МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Счастливы вместе. Влюбленные пары в день семьи раскрывают тайны супружеского долголетия. Они боролись за правду. В Самаре вспоминают погибших журналистов. Обиженные и оскорбленные. Раскол в партии «Справедливая Россия». Трагическая сатира, какую ее задумывал сам автор. В оперном готовит премьеру леди Макбет Мценского уезда. Памятный знак русским воинам Первой мировой войны открыли во Франции. Его установили на фасаде Консульства России в Марселе. Наш зритель из Марселя, Ромальд Дюрью, прислал нам кадры того, как в эти минуты выглядит памятный знак. Он приурочен к столетию прибытия первой специальной бригады. 8 тысяч русских солдат из ее состава погибли и были ранены на французских полях. Память героев Первой мировой войны, среди которых было немало наших земляков, бригада частично формировалась в Самаре, увековечена в произведении самарских же архитекторов Марии и Дмитрия Храмовых при поддержке Российского исторического общества. Идея памятного знака необычна. Это русский флаг, сплетаясь, превращается во французский. И его частички, отдельные люди, пиксели цивилизации, отрываясь, падают вниз в землю. Правда ценой собственной жизни. Сегодня в Самаре прошел день поминовения журналистов. Профессия репортера окутана ореолом романтики, хотя многие откровенно недолюбливают их, считая, что журналисты делают сенсации на чужих бедах. Но когда пройдены все инстанции, люди обращаются именно на телевидение и в газеты. Имена ушедших от нас коллег на службе в Троице-Сергиевом храме вспомнила Марина Матвейшина. Они боролись за правду. В Троице-Сергиевом храме поминают умерших самарских журналистов. Сегодня в скорбном списке 440 имен. На службе встречаются коллеги, родственники и друзья ушедших от нас журналистов. Литии памяти проводятся в области ежегодно на Радоницу, когда принято не горевать об умерших, а радоваться их переходу в вечную жизнь. Журналистика – это миролюбивая профессия, но, к сожалению, добыча вот этой именно истинной и правильной информации связывается с огромным риском. Часто журналистику называют не профессией, а образом жизни. Даже есть шутка, когда случается беда, пожар или наводнение, нормальный человек бежит прочь, а журналист – в самую гущу событий. Сама профессия окутана ореолом авантюрной романтики, облеплена сотнями мифов и давно заработала себе неоднозначную репутацию. Конкурс на факультет журналистики становится все больше. Сегодняшние студенты грезят. Именно они смогут рассказать миру правду. В поисках правды можно напороться на тех, кто не хочет, не захочет ее открыть. Но наш толк заключается в том, чтобы всеми силами ее открыть людям, показать, как это на самом деле происходит. Маленькая ложь никому не помешает, я думаю. А за большой правдой есть смысл рваться вперед. В лучшем случае такие поиски правды заканчиваются неприятными разговорами и судами. В худшем – на кладбище. В истории Самарской области сразу несколько случаев, когда честное выполнение своей работы стоило жизни. Вот если говорить о тех журналистах, которые трагически погибли, то вот здесь вот сто процентов. Они не шли на сговор с собственной совестью. Наверное, поэтому и погибли. С середины 90-х до начала 2000-х Тольятти прославился громкими убийствами журналистов. За семь лет погибли шесть представителей СМИ. Счет насильственных смертей открыт в 95-м году расстрелом Андрея Уланова. Замыкают печальный список убийства главных редакторов Тольяттинского обозрения – Валерия Иванова и Алексея Сидорова. Убийство вызвали широкий общественный резонанс. Но до сих пор ни одно преступление не раскрыто. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Пасхальный прием в торжественной обстановке. В Самарском Кирилло-Мариинском храме состоялся молебен, приуроченный 65-летию митрополита Самарского и Сызранского Сергия. На богослужение прибыли губернатор Николай Меркушкин и глава Самара Олег Фурсов. День рождения Владыки, 14 апреля, в этом году выполнен один из самых строгих дней Великого Поста. Поэтому торжества перенесли. Митрополит Сергий родился в 1951 году в Рязанской области. Окончил Московскую духовную академию. На Самарскую кафедру назначен был в сане епископов в 1993 году. За время его управления открыто более 180 приходов. Число священнослужителей выросло до 300 человек. Пятеро из них стали епископами. Митрополит Сергий, почетный гражданин Самарской области, ректор духовной семинарии, одним из главных достижений считает развитие православного образования. Высшее состояние человеческого духа – это молительное состояние, где обретается некая иная форма человеческого бытия. Посещается его сознание, обретается иной, даже если смысл человеческих устремлений. И человек вопрощает реальную жизнь, имея конечную цель для того, чтобы реализовать саму себя и видеть тот светлый и славный образ, образ Бога. Молодой, но уже популярный праздник. Во всем мире 15 мая отмечают День семьи. Он был учрежден в Генассамблее ООН в 1993 году. Самарская область стала первым в России регионом, где стали его отмечать. Самые достойные семьи региона в этом году участвовали в Самаре. Губернатор вручил им награды. Важной темой встречи стала социальная поддержка многодетных и молодых семей. О главных ценностях – репортаж Марина Кравцовой. Настоящая семья вовсе не семь человек, а гораздо больше, уверены Ольга и Василий Савиных. У них 35 детей. Старшему больше 30 лет, младшему только исполнится 4. У многодетных родителей уже 17 внуков. При этом каждому ребенку хватает любви и внимания. Большинство детей приемные, но разделение на родных и неродных в этой семье не приемлют. Считаем, что у каждого ребенка должно быть и отец, и мать. Чем они хуже других? Мы рады, что у нас… Мы нужны кому-то, и дети у нас хорошие, и помогают друг другу. Главная награда для родителей – успех и счастье их детей. Но в Международный день семьи награды получают и из рук губернатора. Почетные грамоты и подарки Николай Меркушкин вручил многодетным семьям региона и трудовым династиям. В последние годы в Самарской области в два раза увеличилось количество семей, в которых два и больше детей. Больше тысячи супружеских пар родили и воспитывают по семь и больше сыновей и дочерей. Уже два года подряд в регионе рождаются больше 41 тысячи детей. Это лучший показатель за четверть века. При этом очередей в детские сады больше нет. Современные садики и школы строят и в новых микрорайонах Самары. Если мы так будем работать, создавать все условия для родителей, для детей, для воспитания их, ничего нам не страшно. Ничего. Мы можем все сохранить, все сделать, чтобы наше государство было сильным, великим. И ни у кого рука даже не поднимется для того, чтобы нас попытаться разобщить. В этом году на поддержку многодетных семей в регионе выделят 6 миллиардов рублей. Самую большую сумму в стране Самарская область получит и на приобретение жилья для молодых семей. В 2015-м 2,5 тысячи новых ячеек общества получили собственное жилье. Марина Кравцова, Константин Головин. События. В депутаты я пошел, пусть меня научат. В Самаре презентовали молодежный избирательный штаб. Его участники смогут активно участвовать в выбранной кампании, попробовать себя в качестве кандидата в депутаты, а также получить опыт общественной деятельности. На первом заседании по формированию штаба побывала Марина Матвейшина. Когда молодые люди будут политически грамотны и всесторонне подкованы, то энергия точно пойдет в нужное русло, уверен Денис Чубаров. Политикой юноша увлекся год назад и уже открыл для себя многое, чем и просвещает своих близких и друзей. А в преддверии выборов в Госдуму и Губдуму считает это своей миссией. Я прекрасно понимаю, что сейчас государство акцентирует внимание на молодежь, и я хочу помочь, потому что я живу в России, и хочу сделать свою страну лучше. Дениса и еще порядка 30 человек различных объединений пригласили поучаствовать в работе молодежного избирательного штаба. Такая структура создана во всех субъектах страны и занимается тем, что объединяет силы молодежи для участия в выбранных кампаниях. Причем выступать молодые люди могут как и в качестве кандидатов, так и в качестве их помощников. Прежде всего мы делаем упор на лидеров общественных молодежных организациях, на лидеров в общественно-политической сфере, то есть те, которые активно работают на территории Самарской области, у которых есть, соответственно, опыт в выборных кампаниях, у которых есть своя команда. Молодым людям рассказывают, как будет выстроена работа штаба. По мнению организаторов, такая работа будет способствовать повышению интереса молодых людей и к избирательному процессу, формированию гражданской позиции и приоритетов молодежи на предстоящих выборах. Марина Матвеевична, Станислав Левин, События. Раскол в политической партии «Справедливая Россия» вынесла ссору из избы. Конфликт, которому уже два года вышел в публичную плоскость. Недовольные и уже бывшие эсеры обвиняют своего руководителя в некомпетентности и в том, что именно он развалил партию. Претензии сторон беспристрастно выслушала Марианна Мирная. Уважаемые коллеги, хотел бы сделать заявление, как член Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». И вот так в «Справедливой России» не могут договориться уже два года. Бывшие соратники не согласны друг с другом ни по политическим вопросам, ни в мелочах. Сейчас поговорите о чести, достоинстве и о порядочности. Просьба, пожалуйста, верните, но партийный, обратно. Все, обязательно. Действующие партийцы и бывшие решили вынести ссор из избы. Поводом для раскола партии «Справедливая Россия» послужила смена руководства. В 2014 году на пост председателя регионального отделения был избран Михаил Моряхин. Не всем это понравилось. Человек просто потерял доверие. Вот в моих глазах он просто потерял доверие. Он меня фактически слил. То есть то, что он говорит за глаза, то, что, значит, как бы нормально не идет, выборный процесс. Впрочем, у тех, кто еще в партии, другая официальная версия. Все дело в личных амбициях. У меня, как у руководителя пресс-службы, человек, который занимается формированием идеологии, у меня именно такой ответ, что это действительно следствие того, что люди просто обиделись. Амбиции какие-то, личной обиды, этого нет. Не существует. Откуда вы этот резервы вообще? Все вопросы по руководству. Поэтому и произошел раскол. Да нету расколов никакого. Никакого. Просто нету партии. Партия перестала считать. Партийный конфликт, который вышел в публичную плоскость на имидже справедливоросов, очевидно, сказывается со знаком минус. Смогут ли политики в преддверии выборов общие интересы поставить выше собственных, покажет время. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Далее, коротко о других темах дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перебегал дорогу в неположенном месте. В результате аварии у автомобиля в дребезге разбито лобовое стекло. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы. Сейчас, по факту ДТП, проводится проверка. В Самарской области не смогли назначить руководителя фонда капремонта. На должность руководителя регионального фонда претендовали 4 кандидата. Они были допущены к тестовым испытаниям, чтобы выяснить их знания законодательства. Чтобы пройти тест, кандидаты должны были правильно ответить на 45 вопросов из 50. Показать такой результат не смог никто. И конкурс признан несостоявшимся. Четверть ежемесячных доходов самарцев уходит на оплату кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, за последние 6 месяцев текущая долговая нагрузка российских заемщиков выросла почти на 5%. При этом динамика долговой нагрузки в российских регионах изменялась разнопланово. Артисты Самарского театра оперы и балета 15 мая устроят флешмоб в аэропорту Курумыч. Акция будет посвящена 85-летнему юбилею театра и 55-летию аэропорта. В 12.30 артисты балетной труппы исполняют фрагмент из оперы римского Корсакова «Сказка о царе Салтане». Ранний театр уже проводил такие акции на Павелецком вокзале в Москве и в зале ожидания Самарского железнодорожного вокзала. Самые ранние тюльпаны, неприхотливые ромашки, нежные бархотки. В поселке Мегзавод образовался большой женский клуб по интересам. Дамы занимаются цветоводством. Возле каждого окна то розы, то флоксы, то лилии. Все выращено заботливыми руками жителей. О людях, которые сами создают красоту вокруг себя. Репортаж Марианны Мирной. Эффектное желтое туловище и ярко-красные губы. Напомаженная красотка гусеница вальяжно разместилась на клумбе. Мадам Жужу встречает жителей 23-го дома и поднимает настроение. Построили мы ее цветник сделали. И это крокодила. И вот эту жужуку сделали. Детишкам очень нравится. Жители шутят, гусеница скоро станет бабочкой, может и улететь. Но есть и другие обитатели двора, которые не уйдут, не улетят и не уползут. Дети в 23-м доме на мехзаводе точно знают, что крокодилов бояться не стоит. Геннадий уже 5 лет проживает на территории района. Вот покрасим ему глазки. Потом добрые женщины покрасят его туловище. И будет Гена как новенький. Дел во дворе немало. Нужно и клумбы проредить, и рассаду высадить, и бордюры покрасить. Зато потом, как приятно выглянуть в окно. Вы представляете, вот подойдешь к окну. Вот у меня Наташка, она работает из 24-й квартиры. Каждому цветку радуется. Ой, расцвел у нас тюльпан сегодня. Ой, как все красиво. Сегодня посмотрели, значит, травку уже всходит, вот мы там посадили. Жители, вот видите, какое принимают участие. Не все могут помочь руками и делом. Работа. Но каждый человек вносит свою лепту. Приносят удобрения, семена, краску. В общем, помогают облагораживать двор, кто чем может. Мне хотелось бы выразить благодарность и, в общем-то, обратиться ко всем жителям нашего поселка, чтобы они не оставались равнодушными, чтобы они своих детей приглашали на субботники, чтобы из поколения в поколение эта традиция оставалась и только шире и шире делалась. Каждый год ТОС привозит землю и снабжает необходимым инвентарем. Садоводы-любители благодарны. Сразу используют все в дело. Про Ольгу Черепанову во дворе говорят, в ее руках даже палка цветет. А все потому, что Ольга знает секрет. Когда сажаю рассаду, говорю, растите, мои хорошие, большие, здоровые, сильные, чтобы потом радовать нас все лето. Каждую осень на мехзаводе есть традиция подводить итоги цветочного сезона. Награждают победителей на праздники цветов. Победители получают лейки, семена и комнатные растения. Мариана Мирная, Артем Сулайманов, События. Непростая судьба оперы. Произведение, входящее в пятерку классических постановок. Леди Макбет Мценского уезда переживает второе рождение. И ура! На самарской сцене. Вышедшая впервые в 1934-м, она была жестко раскритикована и не шла вплоть до 60-х. Потом Шостакович сделал вторую редакцию, которая, наконец, обрела популярность. Но к оригинальной версии режиссеры обращались нечасто. Самарскому оперному театру повезло. На его сцене готовится премьера леди Макбет Мценского уезда именно в первой редакции. На репетиции побывала Мариана Мирная. Братца за леди Макбет Мценского уезда, не рассчитывая довести до иступления зрителя, бессмысленно уверен режиссер-постановщик Георгий Исаакян. Первая редакция оперы Шостаковича вот-вот появится в репертуаре Самарского театра оперы и балета. Это опера о пограничных состояниях. Это опера о женщине на грани нервного срыва. Это опера о том, что страсть, любовь, казалось бы, очень человеческие чувства совершенно человека превращают, да, иногда в зверя. Удивлять техническими новшествами постановщики не собираются. Говорят, это душевное произведение. И заполнять его изобилием сложных форм не нужно. Здесь современные веяния могут погубить истинные и глубинные мысли. Стало шаблоном, ну давайте-ка всех пойдем в секонд-хенд купим. Это не очень интересно. У нас как бы спектакль такой кинематографический. У нас есть самый разный, он должен быть динамичным. Там есть сам разбит на огромное количество эпизодов. Зритель привык к тому, что называется экшен. И вот про страсть, про любовь, про, в общем, сюжет. Ну, посмотрите. Сам Шостакович назвал свое произведение трагической сатирой. Эта идея по версии Самарского театра отражена во всем – музыке, движении и аутентичных костюмах. Головные уборы и вообще все костюмы, они выдержаны, конечно же, в эпохе. Вот эта вот шляпа взята непосредственно из журнала мод того времени, 1907 года. Именно сохранен крой. Но декор, конечно же, и свои какие-то нюансы, да, чисто театральные. До премьеры осталось всего неделя. Волнение зашкаливает. Буквально на днях приехали декорации из Петербурга. Истории о женщине, которая стала жертвой домостроя и купеческого быта, не оставит зрителей равнодушным. Премьера состоится 20 мая. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Доступный спорт. В Самаре пройдет фестиваль фитнеса. 28 мая набережная превратится в большую спортплощадку. На праздник здорового образа жизни ждут всех горожан. О том, какие еще спортивные события ждут самарцев в ближайшее время, расскажет Алина Чемерес. Чтобы держать себя в форме, совсем не обязательно ходить в фитнес-клуб. Достаточно любого двора, где есть турники или хотя бы что-то на них похожее. Вот покачать пресс, подтянуться, сделать растяжку. На свежем воздухе заниматься приятнее. И единомысленников можно найти. За прошлый год число тех, кто постоянно активно занимается физкультурой, в Самаре увеличилось на 3%. В городе к услугам жителей более 70 открытых спортплощадок. Для тех, кому нужна жесткая рука наставника, работают тренеры-общественники. В этом году откроются два физкультурно-оздоровительных комплекса «Орбита» и «Маяк». Чтобы разбудить в жителях спортивный интерес, в городе постоянно проводят праздники здорового образа жизни. Гуляющие по набережной, они вовлекаются, они загораются, наверное, вот этой идеей, занятиями с физической культурой. И, соответственно, мы их завтра уже увидим в наших рядах. Поэтому, чем больше и чем качественнее мы будем проводить такие мероприятия, тем мы получим более высокий эффект от всего этого. 28 мая в Самаре во второй раз пройдет фестиваль фитнеса. Жители ждут спортивные мастер-классы, занятия йогой на открытом воздухе, соревнования по кроссфиту. Победители и самых активных участников ждут памятные призы. Организаторы обещают, событие будет интересным и для молодежи, и для тех, кому за 60. «Будет площадка «Mind and Body», где можно будет попробовать йогу, попробовать пилатес, йогу в парах. То есть это занятия условно-безопасные, которые показаны практически всем категориям занимающихся любого возраста. Для них будет вот эта площадка. Ну, кто порезвеет, тот может и возле сцены упражняться. Попробовать. Да, совершенно спокойно, там тоже будет интересный уровень. Еще одно важное спортивное событие – Чемпионат России по бодибилдингу и фитнесу. В Самаре соревнования такого масштаба не проводились с 90-х годов. Организаторы ожидают около сотни участников, в том числе из Красноярска, Томска, Северной Осетии. Побороться за звание лучших могут как именитые, так и начинающие спортсмены. Чемпионат состоится 21 мая. Алина Чемерес, Дмитрий Мишканцов, События. Тему спорта продолжит наш обозреватель Сергей Кизоркин. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Самара, Сызрань, Поквестнево, Большая Глушица. Волонтеры серебряного возраста, это кому за 50, приехали на форум в областную столицу, чтобы узнать, как попасть добровольцами на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. В первую очередь нужно зарегистрироваться на сайте организаторов турнира, пройти виртуальное тестирование и живое собеседование. Приветствуется участие в добровольческом движении и знании иностранных языков. Я не знаю английского языка, но у меня такое огромное желание присутствовать на Чемпионате мира по футболу, что я думаю, я постараюсь попасть и быть волонтером. Это моя цель. И я думаю, что я обязательно попаду, и я этого добьюсь. Найдут свое место среди добровольцев на Чемпионате мира по футболу и люди с ограниченными возможностями здоровья. Главное успеть вовремя подать заявку. Если кто не сможет сам, ему помогут волонтеры в добровольческом центре на Лукачево-44. Федеральная программа стартует в начале лета, а городская – осенью. Люди с ограниченной возможностями здоровья, люди пожилого возраста. Мне кажется, в основном они очень много хотят. Это очень интересные люди, очень инициативные многие. Но многим просто нужно научиться быть инициативными, проявлять себя, не бояться. Выбирать свое место в волонтерском движении будет сам кандидат, но исходя из рекомендаций специалиста на последнем этапе отбора. В городскую программу требуется порядка 1800 человек, федеральную – 1200. У волонтеров серебряного возраста есть все шансы попасть в эту команду. Так на Сочинской зимней Олимпиаде проводить турнир помогали 100 добровольцев-пенсионеров. У них, конечно, есть вот это большое чувство патриотизма. Они хотят проявить наш регион, нашу страну на достойном уровне. Волонтеры серебряного возраста в рамках чемпионата будут актуальны именно этим. Своей вот этой добротой, своей отзывчивостью, своим ответственным подходом, старой такой закалкой. Первую практику волонтеры смогут пройти уже в этом году на праздновании Дня России и Дне флага. В соревнованиях разного уровня. А контрольный зачет добровольцы сдадут на футбольном турнире Кубок Конфедераций в 2017 году. Матчи восьми сборных команд – Россия и страны-организаторы предстоящего Кубка мира, действующего чемпиона мира – Германия и финалистов шести конфедераций – состоятся в Сочи, Казани, Москве и Петербурге. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!